Время реализации алкоголя в Ивановской области ограничено, но нет границ для тех, кто жаждет обогатиться за счет его продажи, в том числе в ночное время. Предприимчивые ивановцы создали в одной из соцсетей страничку, на которой можно заказать спиртосодержащие напитки. Но алкоголь здесь предлагают не купить, а взять в аренду. Аренда никакой быть не может, потому что аренда является то, что не меняет своих свойств в процессе использования. И здесь это подпадает под розничную продажу с соответствующими всеми ограничениями. Это, конечно, незначительная такая вещь в сравнении с тем, с чем мы сейчас боремся в основном. Потому что есть нарушения, которые такие открытые. Вот здесь большая капля в море. В социальных сетях такого рода предложений много. География их весьма широка. Желающих подзаработать на таком бизнесе немало по всей России. В Иванове с таким фактом сталкиваются впервые. В основном все силы городского управления потребительского рынка и услуг, а также полиции, направлены на выявление нарушений в реальных торговых точках, а не виртуальных. Наиболее частые обращения к нам поступают на продажу пива и напитков, содержащих пиво, в нестационарных торговых объектах. В данном случае совместно с сотрудниками полиции нами проводятся рейдовые проверки данных объектов. В случае выявления действительно фактов продажи пива в нестационарных торговых объектов сотрудниками полиции составляется протокол об административном правонарушении, и пиво изымается. Если наказание за нарушение правил продажи алкоголя в ларьках и магазинах понятны, то как быть в ситуации, когда алкоголь сдают в аренду или предлагают подарок при покупке, например, зажигалки, не совсем ясно. Очень сложно с этим бороться, потому что, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, купли, продажи и дарения – это разные виды договоров. И если раньше полиция как-то могла штрафовать, то сейчас это делать очень затруднительно. Это притворная сделка. Нужно лишь доказать ее притворность. Для этого нужно посмотреть признаки фактической сделки – это купля-продажа алкоголя и то, что ее прикрывает. Доказать притворность сделки вполне реально, но пока решением этой непростой задачи никто не занимался. А потому, в то время как власти будут искать законные способы пресечь незаконные продажи алкоголя, организаторы теневого бизнеса могут спать спокойно.